Большая радость и без преувеличения на одно из главных событий Летнего института этого года приветствовать с нами Анатолия Валерьяновича Ахутина. Я хотел бы сказать несколько слов для тех, кто еще не имел шанса и возможности читать его книги. У меня в руках книга, имеющая лично для меня очень большое значение, «Поворотные времена». Эта книга собирает очень важные статьи, которыми мы жили последние 25 лет, читали, к ним возвращались. Мы не раз встречались на конференциях, в том числе в Париже и в других городах и весях. Быть может, кто-то из вас видел двухтомник Ива Исааковича VI. Он подготовлен был полностью к изданию и замечательное предисловие, комментарии к нему написал Анатолий Ахутин как историк философии. Но речь, конечно, прежде всего о оригинальном философии. И мы благодарны, что вот сюда, на этот институт, Анатолий Ахутин привез свою работу, с которой он предстал во многом перед миром. Она посвящена понятиям «фюсис» и «натура», понятиям «природа», «бандичность» и «новое время». И в двух книгах этот труд также есть здесь. И кто пожелает, может и полистать его, и обратиться с вопросами к автору. Мы надеемся, что будет время общения и после этой лекции, и еще, может быть, несколько дней. Анатолий Ахутин вместе с целым кругом друзей, коллег, развивает школу диалога культур. Для многих памятные лекции, публикации на эту тему замечательного философа, учителя, без преувеличения, Владимира Соломоновича Библера. И ему посвящена здесь статья «все еще только начинается». Слово «начинается» здесь взято в очень сильном значении, поскольку начало составляет, как нам напоминала Харна Аренд. Мы здесь уже не раз говорили о том огромном значении, которое для нее имеет архе и нициум. И вот у меня в руках альманах, причем далеко его не первый выпуск, а даже седьмой новый выпуск. Альманах Архе, труды культурологического семинара, изданный этим необычным летом для философов и культурологов. И тем не менее он вышел, и вот открывает статья Ахутина «Философское существо европейской культуры». Для всех людей, для кого не безразлична эта тема, я думаю, что ознакомление с этой статьей будет важным импульсом для размышлений, для дискуссии. И я рекомендую очень этот альманах Архе, тем более, что у нас мы ожидаем некоторое количество его экземпляров. Здесь только один экземпляр, поэтому можно его читать и по возможности возвращать снова. А в издательстве Духолитера через какое-то время появится несколько экземпляров, поэтому, кто захочет, сможете его приобрести. Для меня также большая радость сказать вам, что с нами также автор этой замечательной книжки Ирина Верлинг. Книга во многих отношениях удивительная. Называется она «Загадки слова». Причем слово в ней дается не только высокоученым специалистам диалога культуры и филологии, словам в философском, психологическом и прочих значениях, но и детям. Голоса этих детей звучат на всех страницах этой книги, и тот полилоб, который складывается в результате этого очень нетривиально построенного текста, мне кажется, у многих вызовет удивление и, может быть, вдохновение. Книгу также нужно будет вернуть автору, но ознакомиться с ней, наверное, можно будет в нашей аудитории. Так что мы также с большой радостью приветствуем Ирину. Хочу сказать, что это школа диалога культур, в которой Ирина и Анатолий, и Лариса, приехавшие к нам, участвуют. В ней участвуют многие харьковчане, киевляне, люди из других городов. И вот, действительно, хотелось бы повторить эти слова. Все только начинается. Мы надеемся, что вот тот диалог культур именно не только как метафора, не только как некоторое пожелание, но и как школа, в достаточно строгом, творческом значении этого слова, имеет настоящее и будущее. И в этом, собственно говоря, легко убедиться. Как только мы начнем слушать Анатолия Ахутина, мы увидим, что настоящее есть и будущее не за горами. Итак, слово Анатолия Ахутина. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, так же, как и Константин сказал, что для меня огромная радость быть среди вас и вместе с вами. Поверьте, это не пустые слова. И я хочу поблагодарить за эту радость тех, кто сделал возможным присутствие моего здесь среди вас, а именно Константин Дворяевича Сибова, Юрия Анатольевича Вестеля, ну и всех, кто приложил к этому руку, о которых я не знаю. Трудность перехода к моему докладу после блестящего доклада Ирины Леонидовны состоит в том, что это речь совсем другого жанра. Это не историческое повествование, не рассказ о каких-то событиях, фактах и так далее. Это вот, ну, своего рода философское рассуждение, что требует от слушателей некоторого переключения внимания. Я хочу помочь в этом отношении с самого начала слушателям, то есть, некое звено обозначить, которое связывает проблематику, которой был посвящен доклад Ирины Леонидовны, империя и провинции, то есть, некоторое образование глобальное, собирающее множество разных языков, народов, леонидов и так далее, и каждое из них в отдельности. Так вот, помимо всяких проблем, связанных с имперским мышлением, политическим мышлением, в том числе и религиозным мышлением в этой связи, есть во всем этом такая странность, такой странный оборот, который можно было бы назвать просто логикой, а именно, общее и общение. Вот наша тема, тема всей школы, если я правильно понимаю, проблема общения. Так вот, общение имеет дело, с одной стороны, с чем-то общим, а с другой стороны, с теми множеством тех, кто общается. И понятно, что в этой ситуации, в общении, имеются две тяги, две тенденции. С одной стороны, это общее становится унифицирующим, универсальным таким, что в нем это различие, сохраняя свои места, но само по себе, как различное, смысл утрачивает, поскольку возникает некая единомыслие, устремленность к чему-то одному, что общепринято. А или обратная тенденция, интенсия, это расхождение общающихся на каждой своем, каждый в своем доме, в своем языке, в своей культуре, в своей собственной голове, это ведь касается не только народов и империй, но и людей, каждый единичный человек, общаясь с другим, уже попадает в эту ситуацию. Так вот, я хочу сказать, что за всеми за этим стоит не только политика, этика и так далее, а и вот такая вещь, как логика. Логика, вот проблема, как общая связана с частным. Вот мы можем легко сказать, что это, скажем, целое. Целое, которое образует из множества частей, что-то целое. И, видите, я буду просто тупо повторять это слово целое, и у меня кто-нибудь спросит, а где оно среди частей? Где оно? То одна часть может сказать, вот я и есть не просто часть, а и во мне представлена целостность нашего целого. А я не просто часть, я тут главная часть. Возникает вот то, что мы называем, скажем, монархией. Не обязательно это связывается с политической структурой, я просто единое началие какое-то. Важно здесь подчеркнуть, что в качестве целого представлено не нечто неопределенное, а совершенно определенная часть, но она в себе сосредоточивает целое. Или другая ситуация, когда это целое, мы говорим, нет, ничего такого целого, это случайное наименование, множество частей, и это наименование мы уберем, ведь каждая часть будет существовать разум. Вот это я просто обращаю ваше внимание на то, что за этими всеми проблемами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, буквально чуть ли не в горячих точках, стоит еще и то, как мы мыслим. Никаковы наши убеждения, веры, пристрастия, никаковы наши идентифицирующие нас идеи и так далее, а просто как мы мыслим. Наша мысль может быть устроена таким образом, что она не может помыслить, не может выбраться из ситуации, в которую она попала, в которую мы попали, потому что у нас отсутствует некая фигура мысли. Так вот это и есть сюжеты философии. Философия занимается очень многим и разным, но одна из скрывающихся постоянных сторон ее, это обсуждение того, каким образом то, как мы существуем, то, как вообще все в мире существует, связано с тем, как мы мыслим. Вот с этим как мы мыслим. Ни во что мы верим, ни во что мы убеждены, в чем мы убеждены и так далее, а как мы мыслим. Вот, например, совсем недавняя квалификация, вы знаете, связанная с именем Жака Дорида, указание на то, что европейское мышление до последних времен было устроено логоцентрично. Что это такое? Это что, политическое учение или эстетическое, или религиозное? Нет. Это указание на некоторое априорное устройство нашей мысли. Оно не абсолютно априорное, оно исторически априорное. То есть, некоторая эпоха мыслит так, что это под вопрос не ставится. Этим мы мыслим, а не об этом мы мыслим. Вот это логоцентрическое устройство нашего мышления. Я не обсуждаю сейчас верное и неверное, я просто указываю на этот самый момент, связан с философией. Вот поэтому мой доклад, который я, может быть, сумею развернуть перед вами, называется «Философия как общение». То есть, каким образом, не просто тема общения ставится внутри философии, вот в этом смысле, как мы мыслим, а каким образом сама философия существует, как некоторая форма общения. Для того, чтобы, поскольку я знал, что я приезжаю на летнюю школу богословскую, и для того, чтобы хоть каким-то образом соотнести, и для меня это важно, соотнести вот тот, постановку этой проблемы, как она существует, по моему мнению, философии, соотнести с темой вашей школы, я хочу вести, ну, начать свой разговор вот с этого сопоставления. Ведь для христианства, не только для христианства, но для христианства в особенности, как мне кажется, извините, я буду дерзать говорить об этом, хотя я совершенно не умею об этом говорить, но придется, чтобы соотнести. Итак, христианство – это прежде всего форма общения. Мы знаем, что первое, что узнается о начале церкви – это агаты. Агаты, можно даже сказать. Эти трапезы, ранее христианство, вот эти трапезы, которые рассказывают, агаты, то есть любовь его объединенной сообществом. Потому что здесь любовь – очень важное слово. Я не буду вдаваться сейчас в филологию этого агаты. Здесь есть, я видел, статья хорошая, не важно. Так вот, это в основе христианского общения, то есть институциализированного общения, то, что станет церковью, лежит об отношении. Отношение друг с другом, и это друг с другом с Богом. Значит, я, прежде чем двинуться дальше, хочу обратить внимание еще на одно очень интересное обстоятельство. Другим эпизодом, тоже, некоторым образом, лежащим в основании церкви, я прошу прощения, если я ошибаюсь, я просто, вот как я сам понимаю, так и говорю. Это праздник Пятидесятницы, это Пятидесятница, это нисхождение Духа Святого. Обращаю ваше внимание, очень важный момент, что это нисхождение привело к тому, что апостолы, люди стали разговаривать на разных языках. Оказалось бы, все должно было быть иначе, вот, наконец-то, вся разница в наших языках, в наших настроениях, и так далее, слилось в одно, ведь это Дух Святой нисходит. Значит, вот мы и слились. Нет! Подчеркнутые, там даже названы, странные, абсолютно провинциальные языки, на которых вдруг стали говорить сообщники, вот, апостолы. Ведь, пообратите внимание, это же новозаветное, христианское преображение Вавилонской башни. Вот это заветная Вавилонская башня, которая привела к разбросу людей по земле, сделанных разными, не понимающими друг друга. Так здесь, понимание друг друга не связано с тем, что люди обрели один язык, или вообще даже без языка и понимания какое-то. Это очень точное определение, что взаимопонимание определено разными языками. Язык, ведь это странная вещь. Язык это то, чем один человек отделен от другого, если другой говорит на другом языке. Но язык это средство общения, это то, в чем мы общаемся. И это вот общение, это не феномен одного языка или другого языка. Общение это вот это феномен, это границы двух разных, не переводимых друг в друга языков. Значит, вот это первое мое описание ситуации, как я его понимаю, общение, вот в смысле религиозного. Короче говоря, это всегда некоторая община. Ну, я думаю, что это... Ну, тебя угадал. И теперь я... Вы знаете, я не буду дальше углубляться в эти материи, а то я не успею сказать то, что хочу. Значит, что я имею в виду? Вот это вот самое две заповеди, как вы знаете, которые исчерпывают законы пророки, как сказали. А именно, возлюбие Господа Бога своего всем сердцем, своим сердцем душой и всем разумением. И возлюбие ближнего. В этом законы пророки. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это не через запятую сказано. То есть, первое, возлюбие Бога, а второе, так же точно, конечно, возлюбие ближнего. Это взаим... Это двумерное пространство существования христианской любви. Двумерное. То есть, мы любим так, как говорится, во Христе, вот только этим мы любим. И обратно, мы любим, мы только любя друг друга, мы оказываемся в состоянии вообще обратить свое внимание и к Богу. Значит, вот это вот двумерное пространство любви, я так называю Бог с ним. Значит, пусть это будет у вас в голове такой, таким вот, ну, собором, храмом. Это вот образ сюда подходит. Теперь вот, теперь перехожу я к своей области, философии. И обращаю внимание, разумеется, сразу же, на то, что она названа философия, да, филея, так же, как Агапы, так же, как Эросы, еще там целый ряд слов греческих, означает любовь, тоже взаиморасположение какое-то, тоже вариации грани одного. Так вот, сразу же возникает такая надежда, что ведь, наверное, в философии иерософия и никогда в жизни, никогда в истории европейской философии это слово не заменялось каким-то другим словом. Никогда не было слофиологии, это только Владимир Сергеевич Соловьев этот термин установил. Но это радикальное перечеркивание самой сути философского дела. Она, эта суть, названа первым словом здесь, филия, это вот некое взаиморасположение как условие возможности философской мысли, общение какое, условие возможности философской мысли. Но тут же возникает сразу же и радикальное различие с общиной и общением и любовью в том христианском смысле, о котором я говорил. Радикальное различие, чем оно выражается? Ну как? Религия, вера, это жизнь, это практика, это опыт, это практика богослужения, опыт богообщения, и без этого не о чем говорить. Это прежде всего жизнь. А вокруг, когда я хочу понять, что происходит, когда я хочу сказать другим, что происходит, я начинаю формировать некоторые понятия сообщимые, то есть нечто не сообщимые, что составляет содержание моего опыта, единственного, вот моего с Богом опыта и больше ничего. А есть то, что сообщимо, то, что можно передать в понятиях, говоря о философском языке. Но первое, это жизнь. А что такое философия? Философия, это тоже практика, но практика мышления. Это как бы мышление, которое вот мысль, и его и дело есть. Вечное обвинение, или насмешки даже на этой философии, стоит в том, что это отвлеченное мышление, которое, вот вся наша русская философия всегда хотела совлечь это отвлеченное мышление и поместить его в жизнь, связать с жизнью вот это цельное знание. Так вот, извините, я продолжаю настаивать на том, что сама суть философии в том, что она отвлеченная. Что же, дело мышления, причем, как говорится, чистого мышления, это дело некой мыслительной спекуляции или умозрения, прошедшее через теорию, а теория это слово греческое, которое включает в себя два слова, театр и, ну, зрелище и зрение. Значит, это вообще отстранение от того, что я, о чем я думаю. Условием философской мысли является теоретическое отстранение от того, о чем я думаю. отстранение опять это вот странное слово. Но как же все-таки быть с филеей? Вот, все-таки это что-то очень жизненное. Это же любовь, это же дружба. Вот я вам прочту одну цитату из Платона. Есть в Платоновском корпусе письма Платона и среди них есть знаменитое седьмое письмо. Я не буду вдаваться подробностей подлинной. Подлинной меня это совершенно не важно сейчас. В этом седьмом письме Платон размышляет о том, почему ему не удалось сделать то, о чем он всю жизнь мечтал. А именно ввести философию в жизнь. А именно когда ему тиран Ферракуз предложил давайте, давай работай, давай мне твою философию и мы ее внедрим в жизнь. Если до сих пор как известные философы только объясняли мир, так его же нужно переделать. Мы сейчас его переделаем. Из чего и что произошло? Платон взял под руку этого тирана и они стали ходить и разговаривать. Ну разговаривают день, другой, третий. Тирана такая жизнь не годится. Сколько говорить-то можно? Давай делать. Нечего разговора разговаривать. Дело надо делать. Ну словом, как вы знаете, в Сечине Платона туда и Ореноги внес. А вопрос-то остался. И вот в этом седьмом письме он размышляет о том, что же случилось. И понимает, что не в тиране, а дело в философии. Она требует совсем другого. Не она осуществляется в жизни. Она требует для себя всю жизнь. Вот для того, чтобы мыслить философски, нужно всю жизнь этому посвятить. Вот его резюме заключения вот этого рассказа. Философия никоим образом не может быть высказана, рассказана, как другие учения математы. Это не обязательно науке. Вообще любое. Любое, о чем я рассказываю, вот философия не может быть рассказана. Но возникнув в долгом общении, даже в сожительстве, сейчас скажу, что это за греческие слова, в сожительстве по пути занятия этим делом, внезапно, как свет воспламенившийся от случайно залетевшего огня, возникнув в душе, затем уже сам себя питает. Вот по концентрации мысли в этих нескольких словах, это фраза, которая тяжелее там не только, что тамов. Но я обращаю ваше внимание здесь пока только на то, что это озарение философское это результат длительного общения. Это слово синусия, то есть сосуществование. Это то слово, которое в греке использовали для семейного сожительства. Это вот семья, буквально. И уже совсем слово сожительство, которое означает сюдзэн, дзоа, дзоа это жизнь, сюдзэн сожительство. Вот как тесно предполагается Платону нужно сосуществовать, чтобы вообще могло осуществиться что-то такое философское. А напомню, философия не какие-то там дзен-буддийские озарения, философия это логика. Философия это очень аккуратное мышление, назначенное только одним. Каким образом этим мышлением определяется то, как мы будем существовать и жить? Каким образом мышление отвлеченное, самостоятельное, занятое собой мышление, занято тем, как мышление определяет то, как мы существуем? вот но пока мы видим, что да, вот это занятие философии требует, предполагает очень тесное общение, общинку, тоже общинку. И тогда возникает вопрос, погодите, если там вот мы в христианстве видели общину, она про практику бога служения, бога общения, то тут-то что? В этой вот общине, что мы делаем в этой общине только философской? Ну, всякие, которые знают Платона, знают, что мы ничего другого, кроме как разговариваем. Это просто разговор. Как говорит Сократ в апологии ничего другого ему не нужно, как логос поейсхай, то есть делать логос, делать речь, делать речь буквально, а без этого жизнь не в жизни для него, ему не нужна эта жизнь никакая без этого. Вот в этом для него, смотрите, средоточие жизни. Итак, с одной стороны философия, философия занимается мышлением, а мышление это что-то отвлечь, причем именно там она им занимается, где она отвлеченная, она занимается им самим и так далее. А вместе с тем, ну, Сократ говорит, что это для него это средоточие жизни. Вот это недоумение, как только нас охватывает, так мы имеем шанс задуматься о том, о чем мы очень редко задумываемся. А что же такое мышление? Для нас мышление, язык, это все-таки это средство. У нас есть масса проблем житейских или политических, или даже метафизических, или религиозных масса проблем. У нас есть много средств для того, чтобы эти проблемы решать. У нас есть язык, например, мы говорим о нем, у нас есть мысли, чтобы решать некоторые проблемы. Откуда их проблемы возникают? Которые мы будем решать с помощью мышления. Откуда они возникают? Наши человеческие проблемы. Ну, даже просто пойти поесть. А где поесть? Откуда мне возник то, что я должен, во-первых, я должен есть, но это ладно, что-то меня диктует. И я должен найти это. Откуда эти наши человеческие проблемы возникают? Ну, хорошо, вот есть легко сразу сказать, что такие проблемы, как там, голод, диктует тело. Это тоже очень сомнительно. Но есть же масса проблем, которые никакое тело не диктует. Вот мы все сейчас вообще переживаем со страшной силой из-за чего? Из-за того, что замечательное слово украинское, которое первым делом выучил во феврале гибность, то есть достоинство. Все, люди гибнут. За что? За достоинство. Это что такое? Это откуда взялось? Попробуйте объяснить кому-нибудь, скажем, Бог с ним, попробуйте объяснить, что речь идет не о какой-то корысти своей, не о борьбе бедных с богатыми и так далее, а о достоинстве. А все средства к этому. Так спрашивается откуда? Чем держится эта вещь, в которую люди жизнь кладут? Чем она держится? Исключительно пониманием, исключительно мыслью. Поэтому Кант, который стоит за этим, как он так и назвал, номинальное достоинство. Оно только мыслью держится. И никакие материальные окружения, социальные наши положения не объясняют это. Вот значит связанная с этой самой субстанцией в кавычках под названием мышление связаны очень серьезные собственно жизненные вещи. Мышление это то, чем человек одарен. Я не буду сейчас сдаваться подробно. Чем человек одарен. Вот говорится так. Мышление это то, чем человек одарен. Я это переформулирую таким образом. мышление это то, чем человек удручен. Чем он озабочен. Чем он озадачен. Он поставлен в такую ситуацию, в которой не поставлена ни одна вещь на свете. Каждая вещь так или иначе знает свое место, свое назначение, свою функцию и поэтому не мыслит. Не потому, что она не умеет очень сложно решать свои проблемы жизненные. А вот человек, который может быть растерян, который может быть радикально озадачен, а вовсе не по поводу своих житейских дел. Быть или не быть, говорит человек себе. Тут посмотрите, что ставится тут вопросом. Вообще быть или не быть, какие там проблемы. Для того, чтобы быть, мне нужно, да нет, погоди, а вообще быть или не быть. Вот сама возможность, подчеркиваю, сама человеческому существу вот так вот озадачиться, то есть в самом своем, в средоточии своего собственного существа иметь эту озадаченность, эту растерянность, которая может довести, которая может быть развернута как отчаяние обо всем. Сама возможность человеческого существа быть так, то есть быть определенным в самом существе своего бытия таким образом и называется мышлением. Это вовсе не средство решать наши житейские проблемы. Это то, благодаря чему все эти житейские проблемы возникают. Житейские и все остальные. Они возникают только потому, что в нашем существе сведоточен нашего существа. Ну вот я все это говорю и кажется забыл основную тему, а именно философия как общения. общения у нас вся философия скрыта в первом слое вот этой самой филии. филия это лучше переводить в этом случае некоторое дружеское расположение друг к другу и а мы это ведь сразу переводим философию как любовь или расположение к мудрости к софии. Ну как вы между прочим можете спросить это к чему такому? Что это такое? Греческая софия а мы переводим мудрость ну перевели а что поняли что что такое это мудрость? К чему собственно философия христианства знает к чему сказано а философия не сказано философия это сказано мудрость но слишком неопределенная вещь мы не будем искать где-нибудь а что такое это софия мы зададимся вопросам этим вопросом мы зададимся а именно собственно что к чему стремиться к чему филия если это филия мы смотрим в направлении к софии а я сказал сначала нет филия это взаимное расположение кого философов друг к другу вот по аналогии с тем о чем я рассказывал в связи с христианским общением взаимное расположение в направлении к некой мудрости и они это двумерное пространство но в философии мы получаем нечто совсем другое это самая философия направление к софии вступает в резкое противоречие с дружескими чувствами друг к другу между ними возникает противоречие если даже взять эпоху догматических споров четвертый век нашей эры то мы видим как это споры там как нам опишут историки доходили до драк в Византии там каждый на рынке спорил о том о природах и так далее я не буду сейчас в это давать но все эти догматические споры устроены были одним определенным образом то что формулировалось в конечном счете как догматический канон как-то я использую метафору плотина высекалась как некое изваяние вот все лишнее все неправильное отбрасывалось никто это изваяние не выводил не доказывал не утверждал оно вырисовывалось обрисовывалось обтесывалось как вот нечто цельное и уже теперь нерушимое именно из-за того что нам цельно все лишнее оттуда убрано а вот философии дела обстоят совсем иначе вот я вам приведу еще один пример вот пожалуйста как обстоят два философии в ее дружелюбии друг к другу вот два друга даже учителя ученик Платон и Аристотель Аристотель просидел у ног Платона 20 лет в академии и он написал две головы большие главы в никомаховой этике о дружбе и именно показал это он показал это я на него могу опираться чтобы развертывать вот эту двумерную структуру философского общения только те кто друзья мудрости могут быть друзьями друг друга а все остальные это так и лисят и наоборот только взаимное расположение в отношении блага друг к другу способны направить внимание на то что такое благо как таковое а это он записывает это он описывает философское общение как вот эту филию дружбу ну уж казалось бы Платон и Аристотель он вообще называет что это койкос то есть дом семья и вот вы знаете эту фразу все ее знают что Платон не друг но истина дороже а звучит она таким образом да ну ладно сейчас я найду потому что извините ради потому что а вот скреет из этого дело в том что одно дело как каждый знает одно дело конспектор одно дело пафос разговорения тут все забываешь где что туда нет это все значит там слова важные слова ну может быть вы мне поверите греческие слова он пишет таким образом что даже если какие-то философские значимые вот стопийные слова понятия типа эйдус и идея ввели ввели близкие нам люди так подведенного по русски а по-гречески филой андрес то есть друзья даже те даже те философские понятия не говорится о том что философские то есть понятия в которых выражается некая истина эйдус и идея имеется ввиду если нам если их или друзья наши то долг философа и даже его благочестие состоит в том чтобы спасать истину спасать ее не то что там мы будем дальше искать нет ее спасти надо от кого от наших друзей почему потому что а друзья сказали что это истинное иначе не очень был бы разговор так вот мы должны спасти истину из дружеского ее облачения она нам ну вот это наше да вот наше наши мы мы с вами единомышленники в чем-то да и только потому что мы все согласны в этой истине нам уже благочестие к истине не так существенно ну и мы вот все согласны мы так думаем и этого достаточно тут мы встает на место истины и истинный философ тот то есть тот кто благочестив к истине который тот должен спасти истину из нашего общепринято общего приятия и вот тут вот аристотелен начинает никомахова этика написано поздно и уже после смерти даже платон наверное опубликовано значит это аристотелен уже стоящий на собственных ногах конечно так вот посмотрите до чего этот стоящий на собственных ногах аристотелен доходит в одном месте в аналитиках он называет платоновские идеи словечком греческим который трудно перевести даже теретисмата это значит что-то вроде черепени какие-то нечленораздельные звуки производения животных теретисмата ну то есть вообще это чепуха здесь он еще как-то с почтением они говорят а там уже нет вот пожалуйста вам первый ближайший пример того как что значит движение к истине в философском сотрудничестве это борьба со своими не ведомыслив в утверждении о премудрости а борьба со своими вот я теперь вспоминаю первые первые конечно легендарные определения философии которые как бы приписываются пифагору пифагору как вы помните ответил на вопрос что это по философии тем что вы мудрые только боги а мы люди смертные только друзья только филой по отношению к мудрости к истине и так далее теперь это мы легко принимаем а именно ну как же ясное дело во всех мудрости есть учителя есть ученики ученики стремятся учителя научат и мы войдем в этот мир мудрости нет тут недаром это приписано пифагору пифагору по легенде как вы знаете был посвящен во все мистерии ойкумен он был и там и сам и даже в аиде был короче говоря это образ универсального мудреца так вот это определение философии он девушек назвал себя первым 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 философом не сухо санер а философ санер вот он первый себя определил потому что это как результат как высшая мудрость которую постигает философ что мы не мудрецы и всякая наша человеческая мудрость претендующая название некой окончательной мудрости есть ошибка тем самым а мы наша филия распространяется за найденную определенную человеческую софию это всегда только упражнение друга мудрости расположенного к ней а вовсе не мудреца все мудрости имеют такой край вот смысл смысл того что это утверждение приписано Пифагору смысл его как я его понимаю в том что все что мы имеем под названием мудрости в мире это всего лишь образы которые мудрости которые строят друзья но есть и второе определение философии которое приписывается тому же Пифагору и в том же разговоре с одним тираном так вот второе определение состоит в том что жизнь это похоже на некоторый праздник тоже что-то ну а торжеще я не знаю как не важно торжеще это ведь и торжество и торг то есть и базар и рынок и все что но вместим праздники и вот один приходит что-то поторговать другой спортивный вы знаете это а есть люди которые приходят со стороны и спрашивают что это вы тут делаете вот чем вы заняты вот каковы ваши практические житейские или сакральные мудрости что это такое откуда это вот теоретическая позиция философа и следующий шаг на этом пути Пифагора это то что только философ всматривается проницательно всматривается в природу вещей ну выстреливающей саму суть дела поскольку каждый из нас занят каким-то делом это может быть и вот сакральное дело он занят этим делом он не может занять вот эту позицию а что это за дело такое чем это вот тут занято ну я там студентам обычно до смеха просто говорю что стали писать слова своим столбиком ну то есть стихотворением с чего вдруг почему вот этот тотальный вопрос а почему откуда откуда это все взялось вот он есть предпосылкой условия теоретического воззрения в природу вещей в истину вот философский поворот этого дела так спрашивается вот это самое почтение к истине которое заставляет каждый раз найденную природу вещей полагать всего лишь человеческой выдумкой там где о мудрости об истине и о благе и о красоте там надо выходить за эти пределы надо двигаться куда-то почему надо истину спасать из-под чего из-под того что из нее сделают мудрость саму по себе раз и навсегда открытую вот из этого надо ее спасать так вот теперь я все-таки должен сориентироваться над всем на себе да значит вот это радикальное противоречие я радикальное противоречие о котором собственно и может быть речь мы с вами прекрасно знаем что уж последнее что существует в таком единодушном единомысленном виде как в виде друзей так это философия ну последнее вся история философии это история абсолютно разных систем каждый из тех из вас если вы занимались историей философии преподавая или сами просто изучая вы знаете что это система одна система другая система третий и между ними различие непростое в разных там ну есть конечно школы я об этом не говорю это детально все но есть вот если уж основополагающий философ вот платонизм аристатерин вот тут появляется изм скептицизм атомизм и так далее и так далее что это значит этот изм это значит мы берем одного и его утверждаем в качестве ну учителя школы какой-то а школ этих очень много и так вот эта филея философская распадается полностью на совершенно как бы не сообщающиеся друг с другом школы вот и вам самое радикальное радикальное озадачивание как если мы подходим к философии как к общению философия есть разобщение причем радикальное то есть почему радикальное потому что философия говорит о корнях о первых началах причинах и причинах говорит нам Аристотель вот и поскольку расхождение в началах в первых основоположениях то есть расхождение столь же радикальное принципиальное расхождение а философ не может договориться с другим философом иначе он перестанет быть самим собой он станет либо его учеником либо перетянет на свою сторону вот вам главная задача решить главная трудность которая встает на пути моем в частности когда я говорю о философии как общение вот попав в эту трудность если у меня есть сверечь а попав в эту трудность я должен вернуться к самому началу и сказать погодите ведь мы все это извлекли мы все это поняли сначала просто сказав что философия это дело мы шли причем не одно я сделал мышление а вот дело мышления которое само собой заинтересовалось мышление которое само собой заинтересовалось что собственно такое делается когда мы мыслим что значит мы мыслим вот на счастье Платон нам несколько раз упорно это важно не случайно его он говорит что такое мышление так вот для самого начала потому ничего не знаем не про философию что мышление мышление говорит я уже прочитаю потому что это не теряется речь которую душа ведет самой собой о том что она рассматривает душа как мне представляет размышляет занимается ничем другим как разговаривает сама себя спрашивая и сама себе отвечая утверждая и отрицая когда же определила мало по малу или же сразу схватила уже повторяет то же самое и не колеблется и мы полагаем это мнением она со звуковой мы составили себе мнение там о том и все и так я называю составление мнения разговором а мнение речью произносимой не для других и не в звучании а молча и для себя это мыслей и так в молчании я разговариваю с самим собой именно обращу к самому себе решаю какой-то вопрос наконец прихожу вот и вот тогда я могу это высказать перевести в речь кому-то во вне меня сказанное мнение теперь вы знаете прекрасно что для Платона мнение вещи половинчатые это да конечно что-то там схватывает но ровно сколько схватывает ровно столько и пропускает значит этот этот разговор внутренний с самим собой который высказал свое мнение какое-то обращенное к другому может быть возвращен назад только уже теперь не обязательно во внутренний разговор а во внешний разговор когда тот кому я сказал имеет другое мнение по тому же самому вопросу и он мне возразит я буду я буду вынужден конечно я его могу сразу отшить сказать что еще что-нибудь но предположим что мы фирой предположим что мы друг к другу расположены и оба озадачены это очень важно не один убежден и другой убежден а я высказавшее мнение помню о том что вот в каком у меня разговоре формировалось все там все провалы ямки и прочее я помню и мой собеседник мой фирос он тоже возражая мне возражает из внутреннего разговора с самим собой то есть измышления и мы оба одинаково озадачены этим о чем идет речь и озабочены тем чтобы то о чем идет речь вот было извлечено наружу было каким-то образом то ли признано нами то ли еще как-то то есть я я приведу к тому что платон платоновское мышление вот уже выходящая философия развертывается из-за внутреннего разговора с самим собой во внешний разговор со своими собеседниками да конечно любой мне скажет ну мы знаем этих платоновских собеседников платона это мальчики которые говорят да ты прав да ты прав или если софист он там что-нибудь будет возвратить тут же немедленно иронически будет посажен в лужу и так далее Сократ ведет разговор он знает куда все ведет это все его хитрости приемы и так далее это конечно так я не буду это спаривать но Сократ может в состоянии это делать платон конечно не Сократ в состоянии это делать только потому что это все было его разговором с самим собой это в этом разговоре с самим собой он прошел очень далеко поэтому он видит все первые шаги тех собеседников которым этот разговор выкладывает он его развертывает перед ними но он уже заранее знает что если вот так то вот это и вот он сейчас мне возразит таким образом я это знаю и поэтому иронический дом возникает и так далее но я обращаю внимание на то что этот разговор с самим собой то есть мышление развертывается в платоновских диалогах в Сократическом диалоге развертывается не просто вот на этих куколах на этих марионетках с которыми он разговаривает он развертывается во своей внутренней как вот это внутреннее то есть читать платоновские диалоги мы будем правильно в кавычках я так думаю то есть философские если мы будем все их читать как раскрытие внутреннего разговора платона с самим собой вот это его собственная беседа вот поместите всех туда и вы поймете что он ни с кем не он если морочит голову то самому себе вот это фундаментальные условия чтения этих чтобы мы не говорили что это эти мальчики для битья это разговор его с самим собой теперь мы спрашиваем у себя что а вообще вот тот вопрос о мышлении который я уже разбирал вообще-то что это такое как это возможно что человек говорит с самим собой что это за состояние где человек начинает разговаривать с самим собой мы сможем друг друга поймать часто в домашних условиях там что-нибудь убирает говорит опять куда-то засунул не знаю где ну и так далее это конечно похожие феномены но не это имеется ввиду когда я разговариваю с самим собой первое что в чем это происходит это некоторая задачность некоторая растерянность я должен поговорить с самим собой вот теперь это давайте доведем до предела до предела такого где я оказываюсь я по отношению к самому себе оказываюсь в таком о такой озадаченности в которой речь идет о первых и последних вещах вот никто не запрещает доводить вот этот разговор с самим собой я могу на каждом ступеньке остановиться и высказать свое мнение но зная что это мнение может вернуться в этот внутренний разговор с самим собой ну-ка я сразу и буду вот так его развертывать то есть возникает задача не просто где же тут убеждение где же тут истина в которой я могу быть убежден не в убежденности дела потому что в убежденном я могу все но всегда есть вероятность или возможность что есть другой который в этом не убежден и не убежден не глупо а не менее продуманно то есть в разговоре с самим собой чем я а убеждение будет другое тогда вопрос такой ни в чем я убежден, и на чем я могу стоять. А что это такое, в чем усомниться нельзя? О чем вопросы нельзя поставить? Как устроена вот эта штука, о которой вопросы, потому что скажем, она сама отвечает о самой себе. Вот мы сформулировали, я бы сказал, логический топос того, что философия называется первым началом. Это не там, первый начало это материя, нет, первый начало это дух, нет, первый начало это человек, нет, это не философия. Это вот эти вот непонятного происхождения мнения. А философия говорит, вот как у Декарта, например. Это несомненно, потому что сколько я там ни крути, ни верти, нельзя в этом обмануться. В чем нельзя обмануться по Декарту? В том, что я во всем сомневаюсь. Вот это, я сомневаюсь, и значит, в этом я не могу сомневаться. Потому что все равно будут сомневаться. То есть из сомнения вот этого, это последнее. Вот я вылезти из него не могу по внутреннему его определению. Значит, и будет сказано, значит, когета эргосума, сказано дубета эргосума. Сомневаюсь, если это будет существовать. Подчеркиваю. Это не формула убеждения Декарта. Это логическая формула, одна из возможных. Вот этого самого первого. Невсомненно. Там, где речь идет о сомнении. Времени мне слежу. Теперь, ну, нет, либо не последний, но прерву. Скажите. Значит, вот сократическая беседа мы видим, я ее уставляю как феномен, платоновская сократическая беседа, как феномен философского общения. Как она устроена? Вот я хотел бы, она, конечно, сложно устроена, там много написано об этом, я хотел бы выделить шесть важных, очень, шесть важных, очень, ну, сценариев, что ли, этой сократической беседы. Во-первых, как вы знаете, она проходит везде. Рынок, агора, двор чей-то, дом чей-то, где угодно. И она открыта всем. Философская беседа принципиально профанна. Там ничего сакрального быть не может. Она, я могу, что, уцепить за руку, ну, как сократ, да? Вот любого за руку уцепить. Чего ты идешь? Я вот торговать иду. Чем торговать? Зачем торговать? Почему торговать? Через полчаса они будут говорить, бог знает о чем, о чем этот торговец вообще и думать не думал никогда. Значит, она, важно вот что, она принципиально профанна. То, что истинно философское, а ее критерием является принципиальная сообщимость всем, любому. Вот это, то есть, как я в юности говорил про начитавшиеся Гегеля, что если кто-то есть, понятно вообще. Так это Гегель. Все остальное так смутно. Это первое. Второе общество, где развертывается очень много диалогов Платона, это общество софистов. Это спорт с софистами. Вот тут я распространяться об этом долго не буду, это очень сложная и богатая тема. Я вот что только замечу. Вот философия своим словом обозначает некое место, некоторого персонажа, некоторое внимание, стоящее между двумя вариациями того же слова. Между софой, мудрецы, софос, и софистэс, то есть софист и мудрец. Мудрец, это человек, для которого, для которого, до чего он дошел, и становится истиной, уже дальнейшего выхода за предел. Спасать истину нету, она вот она, она тут спастена. Это мудрец, софист, человек, которому вообще говорят, до истины дела нету, но ему очень большое дело, до вот этой техники, до всего как средства. Софист, это человек, который разбирается со средствами, убирая в сторону вот это самое, к чему эти средства приводят. А вот философ, он не мудрец, поскольку продолжает думать о самой истинности истины, и не софист, поскольку ему важно то, к чему эти средства, включая язык, и так далее ведут, или как они по отношению к нему располагаются. Теперь, это, значит, второй рынок, общество софистов. Третье, третье, это то, на что Сократ постоянно обращает внимание, ну, Платон, я всегда говорю, когда разумеется, о Платон, о Платонском Сократе. Это то, что он называет диалектикой техники. Вот эта диалектика, которую мы правильно ее услышим, если прибавим это техник. Искусство разговора, больше ничего. Это все внимание сосредоточено не на том, в чем мы убеждаем. В отличие от ораторской речи, когда я вот сейчас обращаюсь к вам, и масса у меня всяких интонаций, которые признаны только к тому, чтобы убедить вас, что я вот все правильно сейчас говорю. Нет. Наоборот, все это надо уничтожить. Короткие вопросы-ответы, короткие вопросы-ответы. Чтобы все возникало здесь и сейчас, и как это возникает, можно было бы видеть в любом моменте. Если бы я сделал сейчас такой разговор, то я должен бы каждый момент своего разговора останавливать и обсуждать, как это я построил для этого. Итак, диалектика и техники это короткие вопросы-ответы. Есть замечания на полях? Пропускаю. Третий оборот, философского общения или беседы сократической. Это другой, важный, но представлен он ярче всего в одном диалоге это пир. Симпозио. Симпозион. Вообще, так говоря, просто попойка в переводе с греческого. Буквально. Так вот, здесь очень важное обстоятельство. Этот симпозион, всякий, кто читал, знает, что это один из самых художественных вещей. То есть, драматически разыгран и чрезвычайно разнообразные повороты. Начиная с этих речей, ораторских его застольников, затем идет очень такой, игровой перебранка с самим Сократа, а потом выходит на сцену Диатима. Вообще, непонятное существо. Как придумал это Платон, я вообще не понимаю. Окончается все комедийно-сатировской драмой. Я почему это подчеркиваю? Что здесь перед нами обнаруживается вот такая сторона дела, философского дела. Оно, это общение философское, организуется по образу некоторых ну, условно говоря, сценических действий. Сценических. Это вот действительно сценография почти. Для греческой философии это прежде всего трагедия и комедия. Они идут рядышком. Вот диалог пир показывает нам ярче других, каким образом беседа Сократа платоновская, это вот развертка, строится по поэтике. Вот для чего я все это говорю? Что есть определенная поэтика философского разговора. Поэтика трагедии, как мы ее читаем, об этом можем прочитать у Аристотеля, как она устроена. Тут у нас Сократа окажется трагическим героем и так далее. Хор будет. И комедия, которая вот, ну, сатировская драма, вы знаете, что там трилогия и трагедия, потом сатировская драма. Вот это вот буквально в пире мы видим это в конце сатировскую драму, когда алкевиат, пьяный в алкевиат врывается и начинает описывать Сократа как сатира. Значит, это очень важно, не буду сейчас углубляться в эту тему, важно, что философская беседа предполагает определенную поэтику. причем, ну, то есть, это осталось все. И, наконец, пятый, или еще будет один пункт, пятый пункт, который, этот оборот, представлен в поздних диалогах Платона, прежде всего, это, ну, отчасти это тететет, более, более, это софизм, и совсем уже открыто это променит. Вот эти три диалога показывают нам что? Что этот вот разговор может быть развернут до разговора мудрецов, да, не одного мудреца и окружающего, которому он поясняет, что он хочет сказать, а до того разговора, который вот равно изначальный. Для в Тетете это очень разумный и внимательный собеседник Тететет, но рядом сидит его учитель, Теодор, математик. это собеседник философа. Математик, собеседник философа. Вы знаете, что на вратах Академии была, как говорят, эта надпись не геометр, да не войдет. Понятное дело, что войдя, он не будет заниматься геометрией. Но без геометрии там делать нечего. Вот это вот пункт, один из пунктов, где нам обозначен принципиальный разговор между философом и соседствующим персонажем. Это очень важно. Это вот все только Платон, для него Теодор здесь представляет собой не мальчика, не Тететет, а представитель определенной мудрости или науки, скажем так. Теперь, софист, чрезвычайно важный диалог в том смысле, что здесь из небытия вызывается парменид. Вы помните это, что там этот самый Ксениус, то есть чужестранец, из Илеи. Там висет, в Бесебу в софисте ведет не Сократ. Это редкий случай и очень важный. Там чужеземец из Илеи, то есть Илеат, то есть ученик как бы парменида. А кто обсуждается, кто ставится под вопрос? Вот спасается истина от кого? От парменида, который в Теетете назван, но он такой вообще, что мне даже страшно к нему подходить, говорит Сократ о пармениде. А здесь он-то и ставится, вызывается, он вызывается, значит, там такой эпизод. там этот чужеземец говорит, вот вы знаете, как нам обычно рассказывают историю философии? Я передаю это своими словами. Как нам рассказывают историю философии? А вот, значит так, спиноза. Первое, что лежит в основании спинозы, это понятие субстанции, которая существует через сущность и существовало однодорожное, там потом кауза, и дальше вот словит слушатель, слушатель. И мы должны это каким-то образом воспринимать, отчасти понимать, отчасти просто воспринимать. Вот тут этот чужеземец говорит, понимаете, нам эту философию рассказывают как детям сказки. Ну хорошо, про спинозу еще ладно. А он приводит пример там, эмпидоква, так, как говорят эти исследователи. Он имел в виду, что это эмпидоква, что вот там есть теплые, холодные, четыре стихи, и вот они сходятся, рождают детей. Ну, правильно они говорят или неправильно, трудно сказать. Но мы не будем поднимать руку на таких древних мудрецов. Пускай там. А они, конечно, к нам с презрением относятся, потому что не удосуживаются ответить на наши возможные вопросы, не отвечают на какие-то возможные сомнения. Я не могу с ними поговорить. А мы должны поступить таким образом. Вот предположить, что Парменид тут у нас перед нами сидит, и я могу ему задать вопрос. Вот это вызывание как бы мудреца из небытия, и это задача, конечно, философа, а не он как умер, умер, все, текст его лежит, и как говорит Платон, текст это такая штука, которая все время говорит одно и то же, а задание вопрос он молчит. Вот так вот, надо каким-то образом этот текст пробудить в качестве автора, в качестве мыслителя, не высказывания мнения, а вот этого самого продолжающего разговора с самим собой. Парменид не раз и навсегда высказался, он имеет что еще сказать, если ему поставить вопрос. Правильно и точно. вот это вот очень важная фигура философского отношения к своей собственной истории. История философии не имеет никакого смысла, если я опишу ее как набор систем, но вот это будет такая философская ботанка, или там залоги, вот там такие-то бабочки, такие, вот там такие хвостики, такие-то, они имеют никакого значения для философии, а для философии имеет значение вот это самое. Когда я могу Канта как бы вызвать это, конечно, моя задача и у него всякого удается, и у меня, конечно, не удается и задать ему вопрос, главное, суметь услышать ответ, то есть ответ, который у него в тексте, конечно, он там где-то зарыт, потому что мы ничем другим делаем не имеем, но он там зарыт, и он должен, значит, он должен продолжить этот разговор и так, с самим собой, и то есть нас с ним. Значит, это воображаемое сообщество мудрецов. Последний пример это вот диалог Парменид, который, как вы знаете, тут там Парменид живой, Зенон живой, как бы, Сократ живой, юноша, мальчик Аристотель, непонятно, он свой, то есть, это имеется в виду Аристотель, или нет, мальчик какой-то. А кроме того, мы должны забывать самого Платона, который все это пишет, а кроме того, мы должны забывать, что все восемь гипотез Парменид стали основой неоплатонизма, а не тут, собственно. Вот перед нами развертываются вот эти гипотезы, которые Парменид с Аристотелем, который говорит только да, нет, да, не обсуждают. Это логические допусы всех существовавших в то время и еще имеющих существовать в философии. Это и называется диалог и общение философов как философов, как мудрецов. Ну, философов, получается, как мудрецов. И последний пункт, конечно, этой части, они вообще все подплаты, но я, наверное, на этом завершу, потому что времени нет. Да, да, да. Все. Это, вот, увы, увы, это очень важный оборот дела. Увы, в какую сторону мы должны отметить, неизбежностью должны отметить, должны сказать, что это входит в существо философского общения. Это суд. Это суд. Первый, кто говорит нам, отвечает на вопрос, а что доделал у тебя, Сократ? Это, конечно, Сократ сам себе за это заплатит. Что, если бы ты, если бы, ты удивляешься, что ты на суде, ты удивляешься, что мы тебя обвиняем. И действительно, говоришь ловко, и мы не можем понять, в чем мы тебя обвиняем. Вроде, действительно, непонятно в чем. Но тогда подстается один простой вопрос. Да если бы ты был, как все люди, если бы ты был все, как вот мы, ты же не попал под суд бы. А теперь ты под судом, так скажи нам, за что мы тебя судим? Скажи, в чем твое дело? И Сократ начинает отвечать. Мое дело очень простое. Я пристаю ко всем с вопросами. Вот это самое просто, просто логос поействий. То есть делать, делать речи, разговаривать. Оказывается, что философский разговор, который вот так гладает всеми теми качествами, которые я там наспех вам и присылал, оказывается, что это опасное дело. Не просто потому, что там есть его политические враги, и, конечно же, если бы историк бы описывал эту ситуацию, он бы нам рассказал, в чем там на самом деле дело. А я бы имею в виду не это. Я имею в виду, что философия по своему существует. Философское общение. Если бы философия могла сидеть в кабинете, как Спиноза, там, скажем, и шлифовать свои стеклочки, и просто сидеть в кабинете, то она бы не попала под суд, но она бы не была философией. А Спиноза попал под суд. Мы это прекрасно знаем. Так вот, это последнее обстоятельство, начиная с Рынка и кончая судом, эти вот шесть оборотов философского общения. Философ обязан ввязываться в общение. И, ввязываясь в общение, он обрекает себя на такую возможность, как обвинение, как суд. И так, уважаемые друзья и коллеги, я буду сейчас завершать. Мне важно только все-таки последний шаг сделать. Извините, я завершу на пять минут. Лельзя? Можно, можно. Значит, посмотрите. Я хочу вам описать как бы предельный парадокс философского вопрошения. Парадокс, как логическую фигуру. Вот в чем она состоит. Вот мы знаем с вами, что эта самая диалектика, диалектика техны, она, как ни странно, вот это разговор, опять разговор, опять мы входим в ситуацию разговора. Она занимает у Платона в его иерархии наук, она занимает верх. Это венец всех наук, всех математических, вообще всех вот этих эпистем или математа, всех этих. Она, этот разговор есть вершина. В разговоре в этом, мы должны подойти к тому, что он называет негипотетическим началом, то есть уже не предположим. Не в том, что мы убеждены, или в том, что мы считаем так, или то, что, замечу, нам открыто, нам откровенно сказано. Нет, мы должны подойти к чему-то такому, что уже не предположим. И это не предположим имеет две взаимоисключающих толкования. Два. Непредположенность уже окончательно несомненная, как вот я продюгал, или непредположенная, это там, где еще нет ничего положенного. Вот это самое нет ничего положенного. Так вот, что там, что там в этой точке находится? мы знаем с вами прекрасно, что эта точка обладает вот тремя такими-то определениями истина, благо и красота. К сожалению, я вам не смог рассказать про внутренние механизмы этой сократической беседы, которые определяются двумя моментами. Во-первых, это родовспоможение, да, манистическое искусство, во-вторых, тоже с родами связаны, рождение в красоте. Что это значит? Как условие философского мысля. Я это опускаю. Так вот, здесь мы необходимым образом должны подойти в той сфере, где существуют такие понятия, как благо, истина и красота. Последние, последние, образующие все понятия. Так вот, я вам напомню, как Платон определяет, что такое благо или идея благо. И по сравнению с Солнцем, да, вот мы имеем глаза, мы имеем то, что мы можем увидеть, но мы бы ничего не видели, и это все было бесполезно, если бы не было третьего, если бы не было солнца или источника света, который делает нашу способность видеть действительные способности, а способность быть видимым, действительно видимым. Если бы не было третьего, да, помимо глаз и видимого, солнца, света, то мы бы ничего не видели. Аналогия на мысль, Эта идея блага занимает место Солнца, то есть, обратим внимание, чего-то третьего по отношению к нашей мысли и к мыслимому. Только в свете идеи блага я оказываюсь в состоянии мыслить, понимать, знать, и все, что может быть известно, становится мне известным. Это значит, что если есть идея блага, условно говоря так, если есть идея истины, то да, я могу мыслить. А как мыслится сама идея истины? Как мыслится само благо? Чем мыслится, если оно-то и обусловливает вообще возможность мыслить? Вот оно, если есть, я могу мыслить, я могу каким-то образом действовать. Как-то мыслить. А как определяется сама эта идея блага? Какое? У меня нет никакого мышления для этого. Вот тут, вот в этой точке, мы, разумеется, встречаемся с верой, с одной стороны. С другой стороны, мы имеем перед собой вот эту радикальную философскую оборудование. Это уже не просто наша субъективная озадаченность. Это озадаченность, которая входит в саму суть дела. Это нечто, что определяет нам, как мыслить, и само поэтому мыслиться не может. Но если оно не мыслиться, то все висит в воздухе. Вот я только, я на этом как бы и закончил. Я просто обогнал. Вот здесь, вот в этой точке живет вся философия. Все остальное, это пролеговины. Это только подход к ней. Вот общение философов, там, где мы можем говорить об общении идей блага. Или общение идей истины. То есть, все многообразие философов, о котором я вам говорил, как о радикально расходящихся. Они радикально расходятся, напомню, потому что они расходятся в самих началах. А вот теперь мы попробуем образовать наше умственное, умозрительное сообщество всех этих философов. В той мере, они философы, в какой говорят о первых началах. Но если мы их теперь соберем, как в сократовский диалог мудрецов или философов, соберем вокруг проблемы начала блага истины и красоты, вокруг, то мы увидим собственную общину философов, собственно философское общение не внутри каких-то идей блага истины и красоты, а о них. Они станут озадачивающим, фундаментально озадачивающим человека. Тогда мы говорим, философия спасает истину от наших истин, потому что она спасает нашу неустранимую озадаченность, антологическую озадаченность бытия человека в человеке. Озадаченность, неразрешенность, все еще впереди, все еще только начинается. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень плохо слышу, если у вас вопрос громче, пожалуйста. Пожалуйста. истинное удовольствие послушать главным образом потому что тут возникает самое ценное когда приходишь с ответом а уходишь в вопрос когда в результате лекции появляются новые вопросы это самое долгое ценное из множества вопросов выберу два и я не знаю, это два вопроса или второй вопрос продолжения нет первый вот такой когда вы говорили о том как Аристофий критикует Платона у вас прозвучала такая замечательная фраза вот эти вот друзья Филеус Андерс, которые говорят что-то они же говорят истинное иначе не было бы о чем разговаривать вот исходя из этого хочу усомниться в строгости того, с чего вы начали что диалогичность общение философии сидит в первой половине слова вот Филео, а не София в София не сидит совсем общение или оно там сидит, но иначе, чем в первой части чем в фильме это первое а второй, что касается спасения истинной мудреца контракадемикус, Агустину, когда ему нужно разделаться с академиками он как раз чем занимается? он сводит философа к мудрецу совершает такую редукцию ставит вопрос в игроку мудрец знает мудрость или не знает? если не знает, что о нем вообще разговаривает? если знает, тогда все серьезно но тогда он наш тогда он уже не академик вот учитывая, что эта редукция возможно, она как раз необходима Агустину ну как христианский мыслитель он не может не исходить из того что истина, вот она, какие-то базовые здесь даже когда в Солилоп во второй части значит, что ты знаешь? но почти ничего не знаешь но все-таки вот это знаю, вот это знаю а теперь хочу узнать вот, сопоставляя это с тем, что сказали вы как возможно, если возможно, вообще христианское философство? если тебе ваши два вопроса я могу отвечать на последние? или... так скажете? я не знаю, может второй вопрос продолжает первый может быть... сейчас попробую что-то сказать значит, из-за того, чем я закончил для философа вот эта самая София она и есть истинное истинное место общения потому что о ней речь но она не не знаю и не знает вот в отличие от... то есть... если отвечать Августину то для философии философ Анисуфос он не знает в этом отношении мудрость но он и не просто растерян он в отличие от верующего для которого это... я не буду пока потому что... это не потому что я не решаюсь просто тут очень толк... я хочу сказать вот что... я помните сказал, что математика и философия это его собеседник вот такая же граница между философией и религией вот граница такая это ближайший сосед но сосед и... разумеется вот со стороны философа увидеть этого соседа очень-очень легко понятно и постоянно он будет там сталкиваться а вот со стороны соседа увидеть философа не как внутри внутри верующего сознания, мышления это очень просто легко и, разумеется, там ей место тоже ну... философия может быть в услужении в служении, скажем так в богословии может быть, да но этим не исчерпывается ее собственная внутренняя задача у нее есть своя задача и она да, она действительно такая трагическая даже может быть так вот так вот вот эта самая ситуация не августин не то и не другое это озадаченность мудростью это захваченность мудростью в качестве того, что в качестве того, что идея мы имеем дело не с мудростями мы имеем дело с идеей мудростью вот она если есть это то я все понимаю а как понимается она я же она не может быть просто моим убеждением там верой не может быть для философа вот тут есть очень но это нужно специальный доклад строить тут есть очень тонкая тонкая поворот самого общения да своему общению вот мы тоже вот среди если просто даже не как без всяких религиозных материй просто два друга сидят разговаривают причем о задаче не то что заводка там а о задаче мне что-то решают и вдруг они видят что о-о-о и тут им хочется просто обняться и сказать ну вот мы наконец-то поняли вот тут приходим должен прийти спасти истину должен от этого объятия да пожалуйста у нас по поводу внутреннего диалога как вот философия если философия говорит что в основании лежит сомнение внутренний диалог то есть два участника разговора условно говоря да и вот один человек обращается к другому который тоже представляет такой же внутренний диалог и вопрос такой кому из двух первых делегируется право обратиться ко второму происходит ли разговор двух делегатов или же в разговоре могут участвовать все четверо следующий вопрос насколько мы можем быть уверены что этих участников два они не бесчисленное множество да но обращая к другому человеку мы его узнаем значит все таки мы встречаемся не со случайным набором каких-то участников да а они вот участники внутреннего диалога моего собеседника между собой выстраивают какой-то ансамбль я даже могу предвидеть какое-то развитие характер характер ответа или характер того с кем я встречаюсь да значит они как-то все таки эти участники да имеют какое-то согласие значит не сомнения да но еще и какое-то согласие потому что я узнаю того с кем я встречаюсь вот как вот это разрешается значит всякое общение о котором я говорю вот философское общение разгадка его для меня по меньшей мере вот в этом самом как как осуществляется внутренний разговор с самим собой то есть вот то различие которое я хотел описать между религиозным общением и философским общением и и упустил в частности помимо всего прочего еще в том что здесь в религиозном общении разные люди разные разноязыки разные психологические и так далее каким-то образом суть общения состоит в том чтобы они как-то согласились и стали ансамблем одним а вот философское общение начиная с разговора с самим собой как видите это расхождение с самим собой одного расхождение с самим собой не совпадение с самим собой открытие в самом себе такого другого с которым страх а я ведь в себе его открыл а не в огне теперь второе что я узнаю с чем я как я узнаю я узнаю только то к чему я готов внутренне внутренне если во мне не существует возможности вот другого другого такого если каким-то образом его его другость его инаковость во мне уже не предположена я его не узнаю я просто не узнаю я не буду знать что это такое вот знаменитый вопрос этих кибернетиков как отличить машину от человека по каким признакам вот я отвечаю что если не будет вот этого момента которым я распознаю другого не будет этого момента его создания вот здесь сейчас внутри меня а где он родился в каком в каком этом топосе он у меня рождается как это он вдруг начинает вести у меня собственное существование то то эту машину я не могу отличить потому что вот этого момента рождения нет нету момента когда его нету как бы вот теперь вот он возникает вот этого начала да это вот еще одно то что можно назвать топос начинание не принцип а инициум действительно Костя верно сказал инициум начинание если я не не распознаю некую не исчерпаемую некоторую постоянную авторскую способность да вот что-то начинать такого что никто если я не распознаю это в самом себе да то есть быть инаким по отношению к самому себе начинать это начинать так всерьез что я ну вообще шизофрения я как этот знаменитый анекдот ой свои собственные люди пугают вот этот собеседник пока он не приобретает характера ты моего другого альтер эго ты до тех пор я не узнал не узнаю ни в ком того кто не я а он ты а кроме того здесь вот три три тут тоже аналогии идет три полюса ведь мы ведем речь о чем-то о каком-то где и там в общем о чем-то речь идем ну скажем о той же Софии но если это София то о чем мы ведем речь о чем мы думаем о чем мы оно само не есть ни речь ни мысль иначе не о чем было бы говорить опять таки это нечто нас озадачивающее нечто что не совпадает ни с мыслью ни с речью но так оно себе молчит в себе и все но тот кто берет на себя роль ты ну мной уже данную ему он и способен быть речью человека человеческой речью как бы со стороны того что не является человеком и это значит вот три этих полюса это и есть условия ну логические условия возможности философского общения теперь насчет количества четыре там пять их сколько их сколько угодно когда мы говорим диалог то мы должны помнить что приставка диа не означает дуо это не два это просто процесс это просто движение речи значит диалог диалог свернут может быть свернут до двух я ты вот разговор с вами с собой но в этом разговоре с вами с собой есть такие пункты есть такие точки где у меня вдруг порождается другой субъект другой ты первый ты второй ты ну как в сократическом беседе мы же можем иметь перед собой сейчас секунду ни одного собеседника равного сократа а почему бы и нет многих теперь последнее да я сказал вот вся история философии вобранная в качестве ну вот как симпозиум некий да понятая как симпозиум ведущий разговор ведущий разговор о том о том что такое мудрость о том что такое первоначало первичное и так далее вот она и есть форма философского общения вся история философии что это вы может философия как-то определяет душу да душа это это пространство встречи многих или одно лицо несколько единитель пространство встречи многих это просто такое пространство встречи да ну как вы как выглядите как выглядите как мы ладно да как ваши ребята договорились между собой нет понимаете душа душа вообще странная штука которую мы постоянно помещаем в себе сердце еще где-то она тут у нас сидит и как даже пытался найти где-то там сидит а сказано нам с первого с порога у Платона не очень рано высоте душа это все душа это все она пространство для всего она должна быть бесцветной беззвучной бесформенной и так далее для того чтобы всем быть открытым а стал быть еще и всем заповшникам на этом самом на этом самом симпозионе среди многих удивительных вещей о которых говорит Диатимов она говорит о творчестве и что это переход из небытия к жизни и что среди многих удивительных областей творчества важнейшая область это музыка и стиле сложения это в каком-то смысле переход уже к теме или к другим и вопрос как в логическую структуру разговора в обсуждении идей входит явление творчества явление искусства это не великая большая область всей философии культуры а именно философия как в этом разговоре начинает звучать музыка стихи как они втягиваются в обсуждение не будучи редуцированы логическим идеям как явления творчества входят в эту симпозиальную это как раз эпиграф симпозиона или так и называются симпозиона я бы сказал наоборот как возможно творчество если нет философской озадаченности только потому что человек озадачен он живет политически то есть творчество то есть просто дело не из него выделено музыку и так далее человек живет посредством дела ничего самого себя в этом самом месте начиная с того что человек все люди беременны чем беременны самим собой больше ничего человек это существо беременное собой а вовсе которое существует и потом будет делать разные вещи это сравнение с родами простыми простыми и творчеством то есть делаем какие-то вещей при этом творчество оказывается более ближе к сверхнечебному роду Женя Селдру было в роде и творчество то есть создание рождения в красоте об этом рождение в красоте как критерий того что мы правильности не искали критерий она не может быть в безобразном традиции это не истина уже нечего даже убеждать а вот когда она прекрасна тут есть и спасение для мира и опасность потому что соблазнить не очень слишком красиво спасибо как вы формулируете разницу и есть разница между взаимным исканием истины философском общении и взаимными поисками истины естественных наук науки базируются на некой предпосылке ну законы например и не просто законы а такой мир в котором вот такая форма законы будет естественным законом например в аристотельском мире ньютонские законы были бы несправедливы и наоборот значит имеются предпосылки после которого возможна наука вот вот в семнадцатом веке в шестнадцатом и семнадцатом веке в Декарте в Менозе и Левице и так далее это основоположение метафизическое основоположение того мира в котором возможно наши естественные умы начиная там от но это предпосыл философия нещет истину этих предпосылок она как бы глубиннее ну где-то там каким ну исторически вот есть аристотельский мир и тонизм связанный с ним так вот это метафизика ну условно говоря средневекового мира космоса там не могут быть справедливые неутонские законы там не может быть принципамерс в этом нет он замкнут это аристотельский мир а вот потом в один прекрасный момент Николай Кузанский кардинал Николай Кузанский в своих абсолютно спекулятивных экспериментах показывает нам что вообще-то говоря всемогущему Богу соответствует совсем другой мир и начинает их методично выводить методичного он в 15 веке на кончике пера дедуцировал мир который в 17 веке станет реальным и в котором мы до сих пор живем как будто он был настоящий а тут вот это событие произошло абсолютно спекулятивное а потом его надо было доказывать и Кеплеру и Галилею и Декарту это что да вот так вот и есть еще ну можно много говорить то есть каждый раз научная теоретическая истина базируется на некоторых метафизических физика базируется на метафизических предпосылок а этим предпосылок мы занимаемся вот так вот то есть то чем мы здесь сейчас занимаемся это как раз основание для всех дальнейших наук у Галиле есть вопрос? ну 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 было несколько раз в докладе названы несколько эпизодов и несколько топусов как очень важных для философии показывающих что философия общение или филе которые дают общение не философов между собой а философов смеют философами вот математик там где-то сидел вот мы можем даже вот упомянуть такой эпизод философ с с с с с с с а кто-то кто-то не знаю собирает сведения о персидской войне и зачем ну то есть люди какими-то разными вещами занимаются не философ единственный вопрос а что это за дело а в чем смысл то есть каждый из них делая свое дело и включая того кто сочиняет трагедии не владеет истинным смыслом этого дела потому что он внутри дела этого афилософа может поставить это под вопрос и тем самым обнаружить смысл этого дела истину этого дела теперь вопрос это из чего исходит вопрос близок к тому вопросу который задавал Алексей и задавал Константин может быть еще значит насколько для философа эти вот все персонажи поэт историк математик химик историк торговец и так далее необходимы как собеседники именно как собеседники не как сюжеты их размышлений то есть могут ли не философы не философ может ли сказать философу что-то такое необходимое для его философа чего он сам себе не скажет понятно что другой философ да да фармедит там по сооружению скажет что что ну скажет что-то существенное потому что он философ он озадачен первыми началами и и так далее а вот Эти делатели каких-то других вещей, а не философия, не озадаченные первыми началами, а озадаченные чем-то другим, являются для философа необходимыми внутренними собеседниками. То, что было сказано, что не может ни поэт, ни ученый, ни кто-то другой обойтись без философа, это понятно, без озадаченности, без того, чтобы как Клюзанский придумал какой-то метафизикус, который уже потом науко растет, это все понятно и убедительно. А красива ли эта ситуация? То есть может ли философ без этих персонажей обойтись, или они им нужны именно так, как философы, как собеседники, а не как предмет для его рефлексии? Ну, я бы сказал, во-первых, по правилу, что все занимающиеся своим делом спокойно находятся без философа, и никакого нужны для него. Ну, вот Костя отвечает, а как может поэт что-то придумать, если он не озадачен? Озадаченность – это занятие философа. Он должен на минутку встать, на минутку встать по отношению к своему делу, философу. Например, начать, как писать, не сколько, а строчку, ну, что-то новое придумать, то есть поверзнуть сомнению то, как было. Он изобретатель чего-то нового. Это значит, что то, что уже было, он на вопрос поставил. То же самое математик, да, он в каком-то месте, вдруг, там, например, как Лобачевки, по отношению к ингриду, то есть какие-то элементы вот этого философского упрошения там есть. А так на практике, конечно, входит. Нет, так ты ответила, Симон, на свой вопрос, что там, где поэт или кто угодно, вот, находится в источнике своего собственного дела? Этот вопрос отвечает. Я в другой вопрос отвечаю. Нужен ли нет философа? Да, отвечай на этот вопрос. Там, где человек, чем бы он ни занимался, озадачивается. Одни озадачиваются, только нет. Для поэта, да, это, по-видимому, внутренний ход. Вот там, где они озадачивают, там они все сидят. Ну, так там они уже философы. То есть они по структуру собеседника, по структуру... Ерочка, скажи, пожалуйста, о чем мы разговариваем? Нет, нет, все точно так и не о чем. Нет, нет, есть о чем. Я тебе говорю, есть о чем. А ты мне говоришь, нет, это уже философ. Ну да, конечно, они разговаривают об этом. Он, философ, разговаривает здесь, в данном случае, на часть, которая порождает там поэзию. Хорошо. А поэта понимает философа, потому что он понимает, о чем речь идет философ. И какое-то взаимопонимание должно быть. Для этого должно быть место, для этого взаимопонимания. Это философия. Почему? Ты сама говоришь, что поэзия существует постойку, поскольку она каким-то образом не философская. А других своим собственным, физическим образом в этом самом источнике пребывает, в своем собственном начале. Как говорит Пастернак, что все искусство, о чем бы оно ни говорило, оно говорит о своем собственном начале. Я тогда по-другому немножко, чтобы объяснить, что я скажу. Вот было сказано, что есть граница между математикой и философией. Вот на этой границе, а не внутри философии, и не внутри математики, происходит какой-то разговор. Значит, диалог какой-то важный для обоих этих персонажей. Можно сказать, что есть граница между математикой и философией, и на этой границе мы изобретаем какое-то еще место полимой философии. Потому что на этой границе математик перестает быть математиком, философом перестает быть философом, и они обращены друг к другу чем-то. Ну, то есть они как бы... Не идут, ни другой не перестают быть. Он остается математиком, а этот остается философом. Только они находят место, где математик не математик с философом, а математикат с философом. Да, да, да. Вот это место, оно не является философией. Я сказал только что, что не перестает Граница – это то, что разделяет и то, что сообщает На границе они друг к другу переходят Они и есть то, где мы сообщаемся Граница – это такая штука, которая не то и не другое И то, и другое Феномен границы – это очень хороший Для того, чтобы объяснить вот этого Даже общение философов друг к другу Или философов и не философов Граница Вот там, где плотник подходит к какой-то границе Где это граничит с тем, чем занимается философ Значит, там они могут встретиться Про плотника понятно То есть, он, например, строил какие-то дома Потом он вдруг спросил себя А что я делаю? Или почему дом такой, а не этакий Или там вместо этого Ну, это понятно, как приблизительно понятно Как он может быть внутри своей работы Поставлен в какую-то ситуацию, где он задумывается И подойдет к этой границе А каким образом? Может быть, философ поставлен в такую ситуацию Что он подойдет ближе к плотнику Или ближе к математику Или ближе к скрипачу Не написано, зачем это было Ни геометра не войдет То есть, нечего будет заниматься Если ты не пройдешь математику Зачем-то было написано Теперь я тебя спрашиваю Вот это место Так же, как было показано Насчет того, как никого-то еще Значит, было написано, что не войдет ни геометр Это же не ответ Это указание на факт, что так было написано Нет, это указание на то, что есть такое смысл говорить Что без математики философия невозможность Вот, я хочу понять И хотя бы немножко продвинуться в сторону понимания этого смысла Смысл так говорить и есть, это понятно Значит, и смотри, ты другую ситуацию Ведь рисуешь Что, чтобы говорить о философии Надо знать геометрию Геометр туда войдет А не знающий геометрию не войдет И они будут философией заниматься То есть геометрия это какая-то база Это условие наносце философского разговора Я спрашиваю о другой ситуации Когда внутри философского разговора Уже идущего возникает вновь геометр Не как условие, а вот он подходит к этой границе Когда математика подходит к границе с философией Мы на протяжении ее истории много раз видели Занимается, занимается Я имею в виду прям противоположную вещь Как философия подходит к математике Я много раз видел Ну, примерно тот же Платон Тут еще 10 вопросов Все, я прошу прощения И философия, которая математически вообще мыслит вся А вот обратный ход я очень редко вижу Еще 10 вопросов Он вопрос тем более Про задачу Для того, чтобы началась философия Нужно обучиться Но, знаете, да, это очень интересовало Как же два способа озадачиться Один способ, когда мы стараемся Озадачить сами себя Какой способ изумления Попытка в ума выйти За свои предки Изумиться Другой способ Я его назову поразительный Когда ты не ждал, не гадал Вдруг что-то случается Как в грунте Или ясное небо И ты озадачил И мне кажется, что философия В какой-то мере Эти вещи не различают И все равно Как ты озадачился Потом начинается работа Но мне кажется, что Это развлечение Как-то должно быть продумано Например, для меня способ Продумывать это развлечение И есть богословие Как специальное усилие Продумать Отличие между Изумительными и поразительными Простой пример Это то, что мы переживали Украине Скажем, если 8 месяцев назад Меня спросить Возможно ли В этой стране В этом обществе Не то чтобы политическое Какое-нибудь событие Я бы смело сказал Нет Просто сразу бы сказал Нет Когда происходит поразительное Это действительно пример поразительного Когда что-то происходит И это рождает В том числе мысли О достоинстве Например, 8 месяцев назад Я бы считал Что это разговоры такие Для русского клуба людей Для философов Но в то время показалось Что мы получили Настоящий философский вопрос Что такое достоинство И началась эта работа Философии Но она началась С поразительного И это поразительное Для ума Или Для ума Изумительно Но в него Но Всегда есть Этот замечательный вопрос Насколько философия В качестве Своего Условия Содержит Эту событийность Непредвиденность Для мыслящего Того Что запускает мысль Насколько Это и есть То место Где богословие И философия Встречаются И различаются Если я не подготовлю К тому Чтобы быть Поразительным Я не буду Не подготовлю Например Это событие С Павлом Салон Который стал Павлом Что-то шарахнуло Сверху Что-то там Сказало Если бы он Не был К этому готов Если бы он Не знал Вообще О чем Это бы его Не поразило Если бы вы Не были готовы К тому Что Да нет Конечно Тут ничего Не может быть Но все-таки Ну все-таки Так так далее То вы бы Не были бы этим Поражены Что Так и все-таки Случилось Что А вот то О чем я думал Понимаете Значит Сама возможность Поразиться Чем-то Она предполагает Вот Восприимчивость Соответствующую Восприимчивость А безусловно Событиями То есть Опять-таки Самое Неправильное Понимание Философии Что вот Человек Вдруг Ни с того Ни с сего Засунул Палец в рот А что это вообще Ничего подобного Никогда не бывает Все это Рождается Только Из наших Мы живем В катастрофическом Вообще говоря Мире И Там все это И вот Только Восприимчивость Значит Если нас Действительно Что-то поражает Разрывает На части То Может быть По-разному К этому Относиться Я могу Принять таблеточку У меня будет Все спокойно Или еще как-то Важно только что Моя цель такая Что все будет нормально Все будет спокойно Это способ Огромного количества Решения проблем Или Или пойду На сеанс Психоанализ И все У меня А или Я могу Быть к этому Открыт Вот это Я понимаю Что Да Это Тяжело Это страшно Это может Даже Смертельно Страшно Но без этого Ни жизнь Не без жизни Мне не за чем Жить Мне не за чем Жить Это без этого Прожить Можно А жить Не надо Значит Вот это Я подчеркиваю Взаимопредопределенность То есть С одной стороны Должен быть открыт Вот душа Это самое Всему открыто Она хочет Все ведать Да Как сказано На первой серии Это желание Это вот Стремление Есть философия Есть филия Не желание Что-то там Такое найти А вот Всему быть открыто Что Все Что тебя торгается Это вот Есть философская Предпосылка Возможность Поразиться Без этих Конфликтов Внутренних Противоречий Мы найдем Гораздо Гораздо Блажа В мирного И спокойного И Философия Начинается С того момента Как я Эти противоречия Эти коллизии Эти катастроф Впускаю Себе В душу И главное В ум Я возвращаюсь К того С чему начал Философия Думает О том Каким образом Наши конфликты Наши Бытие И прочее Предопределены Тем Как Как мы думаем Вот почему Приходится Отвлекаться От всех этих Реальных Живых конфликтов И думать о том Как мы думаем Потому что Они Вот я говорю Вот этот доклад Ирина Леонидовна Замечательный Тем Что Описывает Чисто историческую Ситуацию Об этом Сейчас Огромное Количество Всяких Политиков Мы Упускаем Из виду Ну Не все Упускают Многие Что Это Предменяющим Характером Нашего Общения Мы же Не понимаем Что Как Это Общее Инверсальное Интернациональное Или Вселенское Ведение И Общение То есть Разная Разная Языкость Разная Родность Вообще Каждый Индивид Он Один Единственный Они Незаменимы Даже Это Вообще Неразличимы Но Незаменимы Так Как Общее Общение Как Они Соединяются Так Это Проблема Логическая Почти Логическая Вот То Это То О Чем Перминит Например Единое И Много Друзья На этом Поразительном Вопросе Я Хочу Вмешаться И Сказать Что Возникла Инициатива Из Студенческой Среды Быть Можно Сделать Отдельный Семинар Для Желающих Завтра В 3 Часа Если Кто-то Пожелает Принять Участие Для того Чтобы Разговор Продолж Потому Что Я У нас Очень Интересно И Благодарю Вам Спасибо Что Вытащили Фонт Спасибо 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 Спасибо